вывести панк-рок из гаража на большую сцену. Зарезанный одуванчик, армагеддон, апокалипсис, так могла бы называться культовая группа Король и Шут, но звезды сошлись иначе. Почему? Вы можете узнать в библиотеке Литрес, прочитав книги музыкантов. Подпишитесь на наш канал и заберите скидку в описании. С чего началась история группы? В 1988 году три бывших одноклассника Горшок, Балу и Поручик создали группу Контора и начали играть панк-рок. Лицом коллектива был Михаил Горшенёв с его фирменной беззубой улыбкой и жутким гримом. Через год к ним присоединился Андрей Князев со своими мистическими текстами, основанными на русском фольклоре и фэнтези. Эти мрачные и шутливые истории о разных представителях нежити стали визитной карточкой Короля и Шута. Зловещий флёр этих страшилок вкупе с мелодичностью, эпатажными выступлениями, духом свободы и драйва сделали группу самобытной и культовой. Именно она смогла...